В День России над Северной Двиной развивались паруса полусотни яхт, как и по всей стране. Наш город присоединился к всероссийским соревнованиям Паруса России. Юлия Майданова узнала, о чем мечтают поклонники этого романтичного спорта. Три, две, одна, сигнал. 50 романтиков вышли на Северную Двину, чтобы сравниться в умении договариваться с ветром. В соревнованиях Паруса России приняли участие яхтсмены Архангельского клуба Норт и Северодлинского Север. Это интересно, увлекательно, потому что под парусом очень ходить прикольно. Дети соревновались в классах «Оптимист», «Кадет» и «Луч-мини». Для всех задача одна – сделать петлю, то есть пройти дистанцию в два километра. Это спорт, образ жизни, философия мышления. Яхтсмены – люди, привыкшие справляться со сложностями. И не только на воде, но и в жизни. Сейчас парусному спорту в Архангельске приходится выплывать из моря бытовых проблем. Требуется новая база подготовки спортсменов. Школа размещается в бытовках, в строительных и в вагончиках маленьких. А должен быть зал спортивный, должен быть бассейн, тренажеры. То есть парусный спорт – это уже не просто катание на яхте. Яхтсмен – очень разносторонний спортсмен. Это и лёгкая атлетика, и теннис, и бадминтон, и лыжи. И всё-всё-всё. Всё это должно скомпоноваться в одном человеке. Спорт сложный и физически, и финансово. Но уж если влюбился в него, то на всю жизнь. Среди участников было много семейных и дружеских экипажей. Они соревновались вне основной программы. Парусным спортом эти люди живут уже много лет. Лет 45. Может, 50. Рассчитываете на победу? Конечно. А зачем вы пришли сюда? В День России яхтсмены по всей стране подняли свои паруса. Эти соревнования каждый год проходят в десятках городов, чтобы возродить этот романтичный и красивый вид спорта. Вы о чём мечтаете? Мы мечтаем. У нас мечта уже сбылась, можно сказать. Мы на ней сидим. Как настроение? Настроение супер. Погода тоже отличная. Открытая сезона, я думаю, будет вообще сезон отличный. Маленьким капитанам ещё многому учиться. Не все смогли справиться с капризными волнами Северной Двины и вовремя пройти дистанцию. Но победители определены в каждой группе. Все призы остались в Архангельске. Юлия Майданова, Алексей Малаковский. Новости 24. Архангельск.